Мотокросс Сейчас он уже не выступает на соревнованиях, больше тренирует и ездит на мотоцикле для своего удовольствия. Мечтает привить эту любовь юному поколению и дать им возможность заниматься разными техническими видами спорта. Я решил перенять опыт у западных товарищей, чтобы такой комплекс позволял заниматься любому человеку, что было сословие. То есть это не спорт высших достижений, а это любительский спорт, который позволяет бюджету семейному его тянуть. Тут на территории уже расположены картинговое кольцо, арена-кросс для соревнований по мотокроссу, аэротруба, тренажер для парашютистов. Также в планах построить бассейн и, конечно же, многофункциональный центр для спортивных секций бокса и борьбы. Ну как-то вот так вот вообще происходит. Ну, сюда еще рано. Может в космонавты пойти получится? И снится нам не рок от космодрома! Ну вот, уже лучше. Правда, немного стало дурно, а так все вроде получилось. Я прошел уже практически все испытания, осталось только одно, последнее это аэротруба. Надеюсь, у меня все получится и я при этом не пострадаю. В направленном потоке воздуха могут тренироваться люди абсолютно всех возрастов. Единственное ограничение только по весу. Максимально разрешенный – 120 килограммов. Это весело и тем более безопасно. Любые травмы тут исключены. Ощущения просто невероятные. Тебя подхватывают потоки воздуха и ты в прямом смысле паришь. Если вы до сих пор еще этого не пробовали, я вам настоятельно рекомендую, друзья, аэротруба. Это просто прекрасно. Всем этим видам спорта можно научиться не сразу, но если приложить усилия и терпение, то обязательно получится. Главное – верить в себя. Александр Кононов, Влад Кравцов. Утро нового дня. Александр Кононов, Влад Кравцов.